Ребята, всем привет! Привет, привет! Нас занесло в Пенсильванию. А вы знали, что столица Пенсильвании Гаррисбург? Вы думали, что столица Пенсильвании это Филадельфия. Оказывается, нет. Столица Пенсильвании это Гаррисбург. В общем, такой маленький город, очень-очень маленький, город Бонкрот. в этом городе очень интересная архитектура маленькие домики с кирпичиками красными вот посмотрите как в лондоне эта архитектура сохранена здесь еще с тех времен в общем городу примерно 200 лет и мы нашли вот такой интересный ресторанчик итальянский пасторанте хотим попробовать ну мы будем первые мы здесь по на заказывали кучу еды чекен лазанья meet balls and pasta and i have something special black pasta streams сара карбонара все приятно мы нашли этот ресторан в гугле но 47 звезды и в общем из пяти до еда очень очень простая была на вкус вот этот район в котором находится ресторан он очень странный похож на гетто чем-то в гугле я прочитал о том что город этот столица да очень странно почему столица и такая маленькая и банкрот еще и бывший гетто и место где был взрыв до чернобыля здесь тоже был взрыв на атомной станции здесь городе есть городской маленький остров на котором занимают спортсмены как я поняла есть спортивные площадки а также мост очень красиво на которой мы сейчас пойдем фотографироваться вон туда можно идти по вот такой дорожке велосипедной либо по вот такой сетки водичку видно а еще здесь другой стороны другой мост тоже очень красивый здесь много мостов почему мы не будем на ней гулять а вот смотри а вот цены на билеты 11 долларов со взрослого человека 6 ребенка я мы не будем на ней кататься ходить на ней тут кстати находится смотровая площадка на донтаун на саму лодочку и показаны какие рыбки здесь водятся кстати очень много разных даже угр есть угре люблю и так ребят хоть и город гаррисберг на самом деле небольшой и смотреть здесь практически нечего кроме парков и реки да собственно и мостов но здесь есть очень интересная особенность этого города это рядом расположен маленький город 20 минут езды буквально город под названием хершей я думаю что вы сразу поняли что это за город знаете шоколадки популярные американские хершей в общем здесь есть целый город под названием хершей здесь был по моему первый завод этих шоколадок он до сих пор действует здесь есть аттракционы хершей парк хершей музей хершей шоколадный мир хершей все в общем связано с шоколадом очень здесь должно быть прикольно и мы сейчас сарой будем снимать видео показывать вам что же тут есть и кушать шоколад я хочу ты хочешь шоколад мы приехали в хершей шоколад world на въезде нам дали вот такой просто билет здесь показывают что до трех часов бесплатная парковка от 3 до 5 15 долларов и выше в общем мы будем час-полтора здесь в общем заходите везде все связано с шоколадом с конфетами а мне нравится вот эти они с арахисовой пастой и вон посмотрите аттракционы здесь целый парк аттракционов но вот это сара страшные горки для тебя опасные мне напоминает это чем-то фильм чарли шоколадная фабрика очень сладкий вход в парк хершей вот эти конфетки кисы с шоколадки все это нам очень знакомо так интересно вот мы сейчас идем наш шоколадный тур вроде как бесплатный вот это вот тур вот такая вот очередь хотите бесплатно экскурсию чтобы для вас провели постойте в очереди фабрика была открыта в тысяча восемьсот восемьдесят шестом году сара это было очень давно в этой очереди незаметно принципе стоять она быстро продвигается и тут разные интересные факты про шоколад которые вы читаете рассматриваете картинки и очередь просто просто быстренько так проходит ой смотрите как интересно вы можете сесть за машинку и отправиться дальше на экскурсию мы даже не знали и все это бесплатно абсолютно говорящая как у него и и и и и и и и И сиропы, и все, что хочешь. А, кисисы маленькие. На выходе дают шоколадки в подарок. Ну вот, бесплатный тур, еще и бесплатный шоколад. Санитайзер. Какие молодцы. На выходе здесь сразу магазин с шоколадом, с деревьями, с игрушками. Если честно, я не люблю этот шоколад. Очень равнодушно. Ты хочешь дабл шоколад куки? О, ужас. Ой, ужас. Поесть мы тут решили суп в хлебе. Это чеддер-брокколи суп. Вот такой вот хлебушек вместо тарелки. Суп. Вот ложка. Так, а я теперь? Ты с сыром. А мне нравится. Это их популярный американский брокколи с сыром суп. Типа суп-пюре, брокколи и чеддер. Супер-калорийный. Супер-калорийный. Все вот эти шоколадки продают у нас везде в Волмарте, в Пабликсе. Как бы мне их не хочется даже есть. Но посмотрите, какой огромный кисис продают. Просто невероятно. И вот еще хершис огромный. Очень большая, это мои самые любимые кисиси. Вот, смотрите, гигиенические помадки со вкусом шоколада. Вот еще есть разный баблгам. Вот такие развлечения вас здесь ждут и за определенную плату. То есть, если вы хотите сделать шоколад брендированный, собственный, со своим именем, это будет стоить, сейчас скажу, 27 долларов с человеком, и неважно, взрослый или ребенок. На троллейбусе 15, в кино сходить 8. Ну, прикольно. Вот, если будете здесь, в этом городе, богом забытым, то приезжайте хотя бы в Хершис на аттракционы. Будет весело. Повеселитесь. Нормально. А тебе вообще хоть что-то нравится? Ты такая вечно деловая. На цирке Десолей так было весело, что аж уснула. Ну, нормально. Сейчас я еду на аукцион. Миком аукцион очень популярный, который проходит постоянно в разных городах. Выставлены все-все-все машины. С той стороны идет аукцион абсолютно других продавцов. Вы сейчас увидите, там такой дурдом, очень шумно. Здесь разные зоны. Я вам сейчас покажу поподробнее. В общем, продают еду. Продают еду, алкоголь, разные запчасти, картины, ретро-заправки. По 4 тысячи долларов мужчины. Это вот, кстати, Ричард Петти, Дональд Трамп и так далее. Я не знаю, для чего это. Кто-то, может, хочет купить. Вот прикольный старичок. А в этом уголке расположены тоже ретро-аппараты. Они были на самом деле раньше здесь в Америке. В 60-х, 50-х годах. Видите, как это было давно. Но все равно было очень красиво. Стильно. Вот аппарат был с содовой. Вот аппарат с типа Сникерс. И так далее. И вот такие вот для хлеба, для пирога. Разные штучки прикольные. Я бы купила, если бы это не стоило, 150 долларов. Конечно же, дорого. Пепси. Вентиляторы зачем-то. Прикольно, в общем. Здесь можно выйти на улицу и покушать. Очень много разной еды. Как обычно, пицца, бургеры и так далее. Стейки, мясо. Лично я заказала себе крабовый кейк. Краб-кейк он называется. С салатом. И чипсы. В общем, булочку я есть не буду. А крабовый краб-кейк я съем. Приехали в ресторан, и я хочу заказать root beer float. Никогда не пробовала. Это не алкогольное, безалкогольное пиво с мороженым. Это как содовое и мороженое внутри. Вот, принесли нам root beer, мороженое здесь, сливочное. В общем, это пиво нужно налить сюда. Продолжение следует... Продолжение следует...